Лояльность в обмен на султанат. Удивительно, но в РФ нашелся представитель власти, несогласный с привилегированным положением Кадырова и всего его клана. Первый вопрос, который я задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем. Это пример такого вопроса, который сегодня должны найти на ответы из жизни. Наш глава, субъект Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Помимо самого факта избиения беззащитного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО, депутату Единороссу из парламента Татарстана Азату Хамаеву не понравились посты в телеграмме чеченского султана, прославляющие поступок его сына. Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать, он думает о том, как отомстить. Дальше, развивая свою вот эту идею, значит, присваивает ему, говорит, что он герой всех мусульман. Ответ. Кто может ответить? Смело ничего не скажешь, но не прошло и нескольких часов. И вполне разумные вопросы и упреки от Хамаева куда-то подевались. В тот же вечер РоссСМИ, ссылаясь на разговор с депутатом, распространили извинения от его лица. Выступая на заседании Госсовета Республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами. Но одних извинений от рядового депутата Акадырову, по всей видимости, не хватило. Помимо Хамаева, перед султаном и его сыном извинился глава Республики Татарстан Рустам Миниханов. Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением. В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу. И тем усилия, которые приложил первый президент Чечни, герой России Ахмат Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны. Интересно, что не столь давно, а именно до начала полномасштабной войны в Украине, вне предела в Чечне, руки Кадырова дотягивались лишь до школьников с их родителями. Уважаемый Рамзан Ахматович, мы родные этого подростка. Вполне осознал поступок нашего мальчика. Приносим вам и вашему окружению наши извинения. Сейчас же перед чеченским султаном извиняются депутаты и главы целых регионов. Возросшая влиятельность Кадырова и неприкасаемость его окружения объясняется очень просто. Пока султан в ежовых рукавицах удерживает лояльность Чечни к Кремлю, ему и его клану дозволено все. Причем с недавних пор и за пределами их маленького королевства в королевстве. Пока русских под предлогом спасения русских отправляют на убой в Украину, привилегированные кадыровцы получают награды за публичные унижения и избиения русских в России. За активную общественную деятельность, значительный вклад в развитие молодежной политики и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения присваивается звание Героя Чеченской Республики. Кадырову Адаму Рамзановичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова